Приветствую вас. Если честно, то здесь у вас имеются две основные проблемы. Первая проблема, как видите, это чувство вины. И вторая проблема, это личные границы, которые нарушаются вашей мамой и так далее. Собственно, чувство вины вы испытываете в данном случае, мне кажется, за то, что защищаетесь, за то, что объясняете, но самое главное за реакцию вашей мамы. Почему? Потому что вы считаете, что вы ответственны за нее. То есть вы не можете выносить, когда мама истерит. Она истерит, потому что ей действительно больно. Но когда вы начинаете просить у нее прощения и стараться сделать все, чтобы она успокоилась, это боль ее, которая могла бы стать ресурсом для понимания чего-то, для роста ее, и для осознавания, собственно, того факта, что дочь уже выросла, и что ей самой нужно принимать решение, все этого не происходит, потому что вы ее успокаиваете, вы убеждаете ее, что это, ну, что там, что это с вами что-то не так, просто прощение. Вот, и в итоге все остается на своих местах. Я бы назвал это игрой. Вот такая получается психологическая игра. Ваши мамы наручают личные границы, потому что они у вас не брали, не проставлено. А вы выносите, когда она устраивает истерику, плачет и всякое такое, потому что вы считаете себя ответственной. Но здесь даже дело не в ответственности. Я бы сказал, что здесь дело в том, что вы чувствуете себя плохой, если мама расстраивается. А вот как это связано между собой? Как связано то, что вы плохая, а ваша мама расстроена? Я бы хотел это узнать. То есть каким образом это связано между собой? Как вы это между собой связываете? Каким образом вы это между собой связываете? По личным границам. По личным границам. Здесь нужно вот смотреть в первую очередь на то, как вы воспринимаете ее вмещательство, да? То есть какие у вас вызывают это чувства? Вот. И учиться с одной стороны доносить эти чувства, с другой стороны смотреть на то, чего вы хотите, а чего нет. То есть вот именно на свои желания. Потому что мама, она ведь реагирует таким образом, потому во многом, что думает, о вас как у человека, который не знает, чего хочет. и грубо говоря, грубо говоря, она так думает про вас, потому что вы мне высказываете то, чего вы хотите. Вы не демонстрируете это. Вот. А если вы не демонстрируете это, то, ну, другой человек рано или поздно будет там решать и определять, что вам нужно. Вот. Такая вот печальная история. Это первое. Первое. Второе. Второе. Это понимание ответственности. Т. То есть. Во что? Ут casualны говорим. Отвечаете вы? Во что? Ут якобы говорят. Отвечаете вы? Во что, утв link говорят. В мой взгляд, одна из ключевых проблем, это то, что вы отвечаете за свою маму, за её реакции, за её победение, за её отношение к вам. Я имею в виду к вам, да, потому что вы делаете в частности. Вот. А вы, отвечаете за неё, за её реакцию? А на себе, получается, не вы, не она и отвечает. Это связано с тем, что у мамы специфическое такое воспитание, специфическое такое восприятие своего ребёнка, то есть вас, и на это повлиять невозможно, потому что, ну, это мама, тут ничего не поделать. А вы, вы просто не замечаете, когда вместо себя вы начинаете обслуживать интересы своей мамы. Вот. Не надо думать, что здесь кто-то плохой, да, вот не надо думать, что здесь кто-то плохой, есть там, условно говоря, умысел какой-то, нет, на самом деле, умысла никакого, никакого специального умысла нет, именно специального умысла нет, но так-то сложилась история вашего взаимодействия с мамой. И поскольку с детства, скорее всего, именно мама его определяла, да, именно с детства мама определяла, ну, вот взаимодействия, то, как вы взаимодействуете, что вы так привыкли, а все вам не нравится, вы хотели бы что-то изменить, изменить, и это нормально, но что для этого, ну, мама может не принять вас, не позволяющие ей, ну, советоваться. Мама может не принять вас такой, она может отдалиться, она может отдалиться еще больше, она может отдалиться, ну, достаточно сильно, и вам не решить за себя ходить за этого, чтобы потом не жалеть, это важно. Следующий важный момент, это то, что, ну, вот, смотрите, вы пишите, она дает свои непрочные советы, то есть, понимаете, она заставляет вас чувствовать себя неумеренность, и вы это неумеренность пытаетесь компенсировать, через разговоры с мамой, через вопрос, наверное, сейчас, как поступить в эту ситуацию, хотя вопрос, по сути, это вопрос жертвенный, потому что вы просто переложили ответственность теперь на нас, если вы так и будете бросаться своей ответственностью, то я боюсь, что вы так и не сможете быть счастливой, потому что всегда, всегда получается, по факту, вы будете зависеть от кого-то, и всегда будет такая ситуация, что кто-то знает лучше, как вам поступать, чем вы сами, но, может быть, может быть, имеет смысл научиться слушать себя, может быть, имеет смысл научиться разбираться в том, что вы хотите, хотите, может быть, имеет смысл не бежать от вероятности того, что вы, ну, действительно можете быть не уверены в себе, что вы действительно можете выбирать на тех парней, и как-то признать всего, что вы не завершенны, несмотря на то, что ваша мама требует от вас, чтобы вы были идеальны, такой, как она хочет видеть вас, несмотря на то, что вы обе знаете, прекрасно знаете, что это невозможно. Это знает мама, это знает вы, но все равно продолжаете играть в эту игру, все равно продолжаете действовать так, как будто вы в эту игру играете, и в итоге никто из вас, в большей степени, она от меньшей, не живет в своей жизни, понимаете? Вот. Причем, Дарья, я так понимаю, Дарья зовут, ну, или Дарья, я не знаю, я такого имени не встречаю. Вот, вот смотрите, вы говорите, что есть подводные камни, мама лезет в мою жизнь, и, значит, я много раз пытался с ней поговорить, и, значит, у меня заканчивается терпение, и, значит, я начинаю чувствовать, что надо будет бросить прощение. Вот смотрите, вы не выносите напряжение. Когда ваша мама обижается, и вы бросите прощение, вы не можете вынести напряжение, которое, условно говоря, возникает, когда оно на вас обижается. Вот надо выяснить, разобраться в том, что это за напряжение, чем оно для вас. Это напряжение так тяжело, что вы изо всех сил пытаетесь от него избавиться. Изо всех сил пытаетесь его снять. Это напряжение. Мама знает, она манипулирует вам. Здесь, не потому что она плохая. Потому что вы так привыкли. И вы, и она, вы так привыкли. И вы так живёте. А вы, как бы, сейчас вот вы, вы этого не осознаёте, но вы говорите, я хочу, чтобы мама меня, ну, приняла, по сути. Я хочу, чтобы мама, вот, приняла меня, условно говоря, вот, такой, какая я есть, да, и чтобы она меня не пыталась поменять, да, чтобы она не пыталась советовать мне, может, я хочу, чтобы она предстала подвигать на мои грани. Почему? Потому что я себя чувствую, там, не уверен и т.д. Но, когда я начинаю защищаться, вот, когда она начинаю защищаться, она, как бы, обижается. Обещается она, потому что не, ну, не нравится, как я защищаюсь. И мне не нравится, как я защищаюсь. То есть, в глубине души я понимаю, что я, то, как я защищаюсь, это, ну, не совсем правильно. Но, не знаю, как по другому. Но, тем не менее, хочу, чтобы она не перестала. Вот так это выглядит. То есть, это вы snapshot. Я, не хочу ничего менять, да, но, типа, я хочу, чтобы это прекратилось, но у меня не работает. Вам нужно разобраться с этими пунктами, вам нужно разобраться в себе, вам нужно изучить себя, вам нужно узнать себя. Тогда вы сможете изменить всё что угодно, вот, понимаете? Поэтому, вот, в следующий раз, когда мама будет давать мне прочные советы, не торопиться и отвечать, а потратить немножко времени, когда вам будет хотеться ей ответить и спросить себя, что вы чувствуете, что это такое, чего вы хотите, как вы к этому относитесь, и искажите это маме, внесите это в контакт с мамой. Я уверен, что это послужит хорошим направлением. Но понимаете, то, что вы плохо переносите ощущение своей неуверенности и ощущение напряженности с кем-то из близких, это может проявиться не только с мамой, это проявится со всеми, со всеми близкими вами людьми. Поэтому важно понимать, что дело здесь не в маме, дело здесь совсем не в маме. Дело здесь в вас, в ваших реакциях привычных, и вам следует изучать их, изучать себя, для того, чтобы иметь возможность этих управлять, для того, чтобы иметь возможность извлекать из этого пользу и выгоду. Ну, например, например, вот такая ситуация. Я начал рубить дерево, у меня не очень хорошо получилось это сделать, то есть я там сломал, допустим, один топор, повредил дерево неправильно, ну, неверно его начало рубить. Вот. Приходи домой, и мама мне говорит, ну, ступа-ступа, а что, как, там доморощенный дровосек посевал. Естественно, мне неприятно. Это первая реакция, и надо сказать, что это естественно. То есть я спал, я проголодался, у меня ничего не получилось, из-за чего я фрустрирую, и тут еще маму. Вот, естественно, это боль, и здесь важно не взорваться. Это проще всего, но и деструктивнее всего. Здесь важно прочувствовать этот момент, что я ощущаю там боль, там стыд, смущение и так далее, выразить все. Когда он начинает разговаривать, объяснять что-то своей маме, вы проскакиваете вот этот момент, момент своей реакции, момент своих ощущений. Вот, и в итоге получается, что разговор совершенно не о, ну, нету, вот, совершенно, нету, а о совсем, 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 другом, получается. Вот. Поэтому так важно, крайне важно, вот в этом направлении вам работать. Поэтому можно научить психологу вот примерно по такому, примерно, принципу, как я показал. Ну, только стать собой отравленной и не всегда получается сделать так, как хочется, и вы будете ошибаться, это нормально. и у вас худобе, это будет, это не будет получаться, вот. Особенно, если вы, вы, ну, если вы не будете, ага, пытаться сдерживать свои чувства, вот, если вы будете учиться бронет, их, вот, ага, такая вот история. Вот, эм, так вот я думаю, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь на вашу обратную связь, потому что она может стать началом продуктивной работы.